Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Прием, прием. 10.06 в Кирове. Сегодня воскресенье. Это детская познавательная программа «Открывашка». Меня зовут Светлана Занько. И я сегодня от нашей радиостанции тут единственный представитель, потому что Федя Рычков и Ева Кравцова уехали в Артек. В прошлые выходные у Феди был крайний эфир, последний эфир перед Артеком. Они уехали в Артек представлять нашу «Открывашку» и «Лигу юных журналистов» Кировской области. И они там сейчас, я уверена, уже в 6 утра у них там подъемы, они носятся и занимаются разными проектами. 21 день они будут так работать, приедут и расскажут, чем они занимались, собственно говоря. Но мы можем посмотреть, мы вместе с вами, слушатели, можем посмотреть ВКонтакте, в группе «Лиги юных журналистов», чем занимаются наши ребята в Артеке. Это круто. И это хорошо, что у нас уже вторая порция «Открывашечников» поехала в Артек. Класс. Поздравляем их. Ну а мы здесь сегодня собрались по очень хорошему поводу, и этот повод нам подсказала в своем фейсбуке Елена Иванова, начальник отдела цифровых образовательных технологий и информационной политики Института развития и образования Кировской области. Вот так я представила полностью Елена здесь. Добрый день. Елена написала про конкурс Вернадского, который в очередной раз проводится в этом году. И вот когда мы с вами еще, многие из нас спали в такой новогодней спячке во время праздников, ребята разного возраста, те, которые интересуются наукой, прежде всего естественными науками, представляли свои проектные работы на конкурсе Вернадского. И, Лен, такой был яркий, эмоциональный у вас пост, что я не могла пройти мимо. Конечно, спасибо вам за этот повод. Потом Елена помогла мне найти участников конкурса Вернадского и организаторов. К слову сказать, долго искать мне не пришлось, конечно же, потому что все участники о себе писали. И Лена, конечно, сразу же их нашла. Но мы представим Галину Кобелеву, советника при ректорате Института развития и образования Кировской области. Галина Александровна, один из организаторов. И что-то мне подсказывает, что страстный поклонник наук, особенно естественных. Добрый день не только науке, а скорее детских исследований и работы с детьми педагогики. Класс, это замечательно, потому что проектная работа это сейчас основа практически и обучения, и работы после любого образования и обучения. Все работают в проектах, и детям на начальном этапе не всегда легко дается проектная деятельность. А родителям вот моего возраста вообще сложно там в свое время давалось. Мы не понимали, как в школу заводили проекты, поэтому педагоги, которые в этом разбираются, еще и глаза горят, когда говоришь о проектной деятельности. Это золото. И теперь мы представим ребят, которые участвуют в конкурсе Вернадского и представляют свои проекты на этот конкурс уже не первый год, как мы здесь выяснили. Иван Южаков, ученик 9-го Б-класса гимназии номер 1 в городе Кирово-Чепецк. Ваня, привет. Добрый день. Правильно я ударение поставила в фамилии? Отлично. А кто-то, видимо, неправильно ставит то, что ты внимательно слушал, какие фамилии произносила. И Надежда Медведицына, ученица 11-го класса, той же гимназии Кирово-Чепецка. Привет. Добрый день. Привет. Ну, вообще Чепецк, надо сказать, славится тем, что в нем проектная деятельность, вот в школах Чепецка проектная деятельность очень хорошо развита. И еще славится Чепецк тем, что у вас есть и классы, и лаборатории, благодаря такой большой компании, как Уралхим, которая, конечно же, делает акцент на естественных науках, на и химии, и физике, и математике, и постоянно проводит Уралхимию, и постоянно проводит какие-то конкурсы. И Олимпиады, и это, конечно, огромная поддержка, и круто. И мы всегда с Еленой Михайловной, мэром вашего города, тут вот в эфире нашей радиостанции, отмечаем эти успехи. И с мэром вам тоже повезло, я вам хочу сказать, она очень крутая, правда. Знакомы с мэром, кстати? Лично нет. Лично нет? Я получала городскую премию, так что, да. Надо познакомиться. Она тоже, кстати говоря, педагог, бывший директор школы, и она просто всегда и эмоционально, и интеллектуально, и материально, если есть возможность, участвует в проектной деятельности, и особенно поддерживает молодых ребят, которые действительно заинтересованы в том, чтобы развивать Кирово-Чепецк, регион, и самих себя самое главное развивать. Ну вот, мы все представились, слушатели нас услышали, конечно, слушатели 211-101, номер телефона прямого эфира, 211-101, и у нас сегодня викторина, и ответственной сегодня у нас за викторину вызвалась быть Елена Иванова. И, кстати говоря, вопросы, которые мы сегодня будем задавать, они звучали... Они звучали на конкурсе именно Вернацкого, то есть когда прошла непосредственно выставка работ, когда ребята у нас выступили, и в ожидании награждения мы для них провели такую необычную викторину. Рассказали о детях-изобретателях в разные времена, в разные века, в каком возрасте, что именно они изобрели. Это, на самом деле, вызвало настоящий восторг. То есть прямо видно было, что дети настолько заинтересовались, настолько они восприяли духом продолжать, у них настолько загорелись глазки, что это дорогого на самом деле стоит. И вот эти вопросы мы хотели бы сегодня задать нашим слушателям. Ну и прямо давайте начнем. Мы сейчас проверим с первого вопроса, спят наши слушатели или уже с нами, и уже встали, да? Первый вопрос. Так, давайте вот первый вопрос. Мы выбрали вот такой. Сколько лет было Роберту Петчу, когда он изобрел игрушечный самосвал? И мы предлагаем вам три варианта ответа. Это пять лет, шесть лет или семь лет? Роберт Петч изобрел игрушечный самосвал. И сколько ему было лет? Пять, шесть или семь. 211-101, номер телефона прямого эфира. Призы я представлю после того, как первый звонок мы примем. Итак, ну что, сейчас мы с Галиной поговорим, Кобелевой. Все-таки надо рассказать, что за конкурс такой, конкурс Вернадского. Конкурс Вернадского – это действительно событие. Событие и для педагогов, и самое главное для детей, для их родителей, для бабушек и дедушек. Потому что невозможно одного ребенка, скажем так, оставить в этом море исследований. Ему нужна, особенно на первых порах, когда он делает первые шаги, очень мощная поддержка. Поддержка со стороны семьи, поддержка со стороны педагога. И эта деятельность, исследовательская деятельность, она действительно развивает, она объединяет, она собирает тех единомышленников, которые готовы идти, познавать и бескорыстно вот эти знания добывать и делиться ими. И конкурс Вернадского проходит в два этапа. У нас в Кирове проводится региональный этап, так же, как и во многих-многих регионах. По крайней мере, около 40 региональных представительств на данный момент этого конкурса есть. Организует этот конкурс межрегиональное движение «Исследователь». И после того, как пройдут региональные туры, победители, призеры, ребят, у которых великолепная работа, они проходят на всероссийский тур, который проходит в апреле. Так, сейчас мы подробности этих туров тоже осветим. Вот у нас прошел региональный, правильно я понимаю? Да, конечно. У нас прошел региональный, и мы тут выяснили до эфира, что не только по России проходит конкурс Вернадского, но и в разных других странах. И потом в апреле в Москву съезжаются ребята из разных стран. И это такое настоящее событие большое, настоящая международная конференция. У нас есть телефонный звонок. Слушатели не спят, они с нами. Мы сейчас примем его. Алло, добрый день, как тебя зовут? Алло, меня зовут Самова Полина. Полина, привет. Это наша постоянная слушательница. Молодец. Если Полина позвонила утром, значит, хорошо, программа пройдет. Полин, повторить вопрос, который мы задавали вам. Сколько лет было Роберту Питчу, изобретателю детского самосвала, вот, собственно, когда он его изобрел? И даже варианты ответа мы тебе даем. Но для тебя это очень легкий, наверное, будет вопрос. 5, 6 или 7 лет? 5. Да, а мы даем 2, Мария, всегда варианты. Нет, осталось 6 или 7 лет? 7. Полина, к сожалению, ему было 6 лет. Да. Ну, я понимаю, что более сложные вещи знаешь иногда, а здесь угадывать приходится. Но нам очень приятно, что ты позвонила. Я тебе только... Ты можешь еще позвонить только в конце программы, ладно? Дадим возможность позвонить еще другим ребятам. Спасибо большое. Хорошего тебе дня. А я пока скажу, что у нас сегодня к розыгрышу есть... Мы специально подобрали под конкурс Вернадского энциклопедии по природе. У нас есть «Акулы и скаты», у нас есть «Волки», «Птицы», «Мир моря», «Красная книга России», «Животный мир пустынь». Это круто. В энциклопедии все очень клевое, красивое, красочное, большие и здоровские. А еще у нас есть книги про приключения. Эдуард Веркин «Настоящее приключение», 12+. Леонид Пантелеев, автор знаменитой «Республики Шкит», представляет сборник рассказов «Честное слово», «Всей семьей читать надо», 6+. Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан». И вот здесь мне очень нравится фраза, которую вы опубликовали на форзаце «Приключения жизни». В жизни начинаются с книг о приключениях. Это правда. На собственном опыте я это испытала. И пригласительные у нас есть. Внимание, есть пригласительные на эскиз спектакля «Дело Кирова» в Кировский драмтеатр, 16+, там очень серьезно. Но у нас слушатели есть и 17-ти, и 18-ти летние. Наши ребята уже подросли. Мы все-таки 4 года в эфире. Это будет 30-го числа вечером. Билет на двоих. И, как всегда, есть пригласительные на двоих в кинотеатры «Смена» и «Дружба». Вот такой у нас сегодня набор. Через минут 5 мы следующий вопрос озвучим. А пока вернемся к конкурсу Вернадского. Итак, региональный этап. Но правильно ли я, ребята, сказала, я сейчас обращаюсь к Ивану и обращаюсь к Наде, правильно я сказала, что вы не первый год участвуете в этом конкурсе? Или, может быть, все-таки первый? Надь? Я участвовала еще в предыдущем году и также в этом. То есть уже второй год ты участвуешь, а ты, Вань? Я первый раз участвовал в этом году. Первый раз? Ну, почти правду сказала я. Хорошо. Давай тогда мы обратимся к человеку, который первый раз участвует в конкурсе. Хорошо. С какой работой ты участвовал в конкурсе Вернадского на участие? Я участвовал в этом году с работой «Три года плена». Я совместно с моим одноклассником и с учительницей по английскому языку Ниной Александровной Скрябиной исследовал дневник бывшего советского военнопленного Катаева Василия Федотовича. Этот дневник был уже найден в семье Катаевых после смерти Василия Федотовича. Этот дневник уникален тем, что сначала, когда мы его нашли, нам надо было его еще и расшифровать. Почему расшифровать пришлось? Записи были, во-первых, неразборчивы. Во-вторых, когда Василий Федотович писал этот дневник, он его писал на немецкой книжке немецких летчиков. Через строчки и условия не позволяли Василию Федотовичу писать понятно и разборчиво, так как он это делал в госпитале. Ну и где-то три месяца мы занялись расшифровкой. А затем наступил, пожалуй, самый сложный этап, как это все оформить. Потому что вот лично я с этим сталкивался впервые. Мне было сложно понять, как, что, как это все совместить в одно целое, представить перед публикой. В этом нам очень помогла наш консультант, Гущина Людмила Владимировна. А Людмила Владимировна, она специалист в какой области? Она историк. Она очень хороший историк. Она работала учителем истории и общества знания в нашей гимназии. А сейчас она? А я, кстати, не знаю. Она переехает сейчас в Киров и не в гимназии, не работает с этого года. Ну, она продолжает работать историком, да? Нет. Нет, хорошо. Ну, не знаю, насколько хорошо, но хорошо, что она вам помогла. Ну, и, конечно, большую помощь нам оказала Загайнова Елена Николаевна, наш куратор. Это хранитель музейных фондов, музейно-архивного центра города Кирова-Чепецка. Вот. Она и нашла этот дневник. Она встретилась с дочерью бывшего советского военнопленного. И она же и помогала нам правильно оформить всю работу. Вань, ты так хорошо говоришь. Спасибо тебе большое. Вот у нас проблема в Кирове, вы знаете, наша речь, наш речевой аппарат. И я прямо расцвела, когда Ваня заговорил. Да ещё с таким интересом, с такой классной подачей, что мне хочется, чтобы мы по этому дневнику сделали отдельную программу. Потому что мне кажется, что там такие факты, о которых нужно говорить не быстро, которые нужно зачитывать и о которых нужно рассказывать. Договорились? Мы сделаем отдельную открывашку по вашему исследованию и будем читать этот дневник. Хорошо? Класс. На самом деле я хочу действительно поддержать вас. Выступление Ивана настолько заинтересовало слушателей, что люди просто на конкурсе останавливались, подходили, слушали. Вокруг работы Ивана и его товарища люди стояли и слушали, как Ваня читает стихи. Они слушали цитаты из этих дневников, они просто были воодушевлены, им было интересно, они начали сочувствовать, сопереживать, они вступили в диалог. То есть это действительно тема, которая требует более широкого, так скажем, освещения. Мы об этом поговорим. Тут очень важно, тема войны, она ведь у нас такая постоянная, она постоянно у нас находится в сфере внимания. И неважно, есть ли у нас юбилей или нет юбилей, мы каждый год об этом говорим. Но, к сожалению, очень часто к этому относятся формально, достаточно просто, и это не глубокое погружение в тему. И я считаю, что ничего страшного в этом нет, потому что очень важно знать, и память передается у нас в стране, безусловно, там, да, на высоком уровне. Но вот такое глубокое погружение не каждый может позволить сам себе, и эмоционально, и ментально. И очень важно, чтобы это человека зацепило, неважно какого возраста человека, человек смог бы передать это знание другим. Только, панька, ты рассказываешь, это действительно цепляет, это заставляет тебя слушать и заставляет погружаться и задумываться. Спасибо. Договорились, сейчас мы примем телефонный звонок, хотя мы вопросы не задавали, да? Но мы сейчас поговорим и придумаем. Может быть, зададим вопрос прямо сразу в эфире. Вопрос готов. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Саша. Саша. Саша, расскажи немножко о себе. Я живу в Кирове, мне 14 лет, я еще занимаю станцию. Класс, это отлично. Саша, сейчас зададим тебе вопрос. Ты слушаешь? Алло. Алло. Саша, у нас не было просто второго вопроса. Ты готова его выслушать? Да. Да. Ну, слушай внимательно. Саша, ответь нам, пожалуйста, на вопрос. В 2011 году Дима Резников, школьник из Москвы, изобрел зубную щетку. А для кого она предназначалась? Для моряков, для полярников или для космонавтов? Как ты думаешь? Ну, для космонавтов. Правильный ответ? Правильно. Правильно. С первого раза. Саша, молодец. С первого раза угадала. Скажи, а ты вообще, кроме танцев, читаешь какую-то познавательную литературу? Может быть, какие-то тебя науки увлекают? Ну, я читаю только детективы. Детективы. Это круто, но, к сожалению, ты знаешь, я не приготовила сегодня, представляешь, детективов. Обычно я готовлю, но сегодня детективов среди книг нет. Но я тебе могу... Я знаю, что первыми забирают билеты в сменную дружбу, но если кроме кино тебе все-таки интересует еще и театр, я тебе крайне рекомендую сходить в драмтеатр, потому что проект, который драмтеатр представляет, это эскиз спектакля «Дело Кирова». Я видела просто и слышала этот эскиз. Он очень глубокий. Вот на Ваню смотрю, это тоже история очень хорошая, да, наверное, тебе будет интересно. Вот я рекомендую туда сходить. Там 16+, но если у тебя есть подруга или друг, которому 16+, то можно сходить вместе. Итак, что ты выбираешь? Давайте лучше в кино. Ну, да. Хорошо. Смена или дружба? Давайте дружбу. В дружбу. Хорошо, не клади трубку, я передам тебя снова нашему продюсеру Наталье. И билеты в дружбу уходят. Окей. Поехали дальше. Теперь мы поговорим с Надей, ученицей 11 класса, второй год уже на конкурсе Вернацкого. Прежде чем с Надей поговорим, я всё-таки для себя делаю выводы, что конкурс Вернацкого – это исследование не только в области естественных наук, несмотря на то, что господин Вернацкий, великий и могучий, и любимый нами, и уважаемый, и почитаемый, он как раз в этой области трудился. То есть там разные абсолютно исследовательские работы. Направление естественно-научное и направление гуманитарное. Естественно-научное и гуманитарное. Хорошо. Надя, ты в каком направлении работала? Я работала в естественно-научном направлении, в нём работаю со всеми своими исследовательскими. Эти два года я участвовала с работой исследования гироскопического эффекта. Гироскопического эффекта? Гироскопического. Гироскопического эффекта. Да. Многие как раз путают. Да, гироскопический эффект — это эффект, который позволяет предметам поддерживать своё постоянное положение в пространстве, то есть равновесие. Он используется во многих вещах в нашей жизни. Допустим, самолёты. Вот он, самолёт летит прямо. То есть за счёт чего это поддерживается, равновесие? Как раз за счёт гироскопического эффекта. Когда мы снимаем что-то на камеру, стабилизация изображения идёт за счёт гироскопического эффекта. Как раз в нём меня это и заинтересовало, что он используется во многих сферах нашей жизни. И я решила его исследовать. Это очень интересно. А ты какие использовала эксперименты, чтобы следовать этот эффект гироскопический? Ну, есть, кстати говоря, гироскоп, устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации тела. И сейчас, я думаю, что люди связаны и с флотом, и с воздушным, и с морским флотом. Да, как раз там очень активно используются. Я сейчас вспоминаю, что у папы моего был такой прибор, потому что было когда-то у нас на территории Кировской области Кировское военно-авиационно-техническое училище, вертолёты. И там тоже есть эти приборы, которые, да, точно у нас было такое. Сейчас я вспоминаю. Итак, сначала я проводила теоретическое исследование, изучала всю теорию, которая связана с гироскопами. Её, к сожалению, было достаточно сложно найти. Буквально по абзацу, по три строки собиралась эта информация. Также очень помогла, если так это можно назвать, экскурсия в наш Вятский государственный университет, в котором на кафедре физики я познакомилась с гироскопами, с различными устройствами, которые связаны с ними. Провела с ними эксперименты, а также изготовила собственный гироскоп, который вытачивался из металлических деталей. И он работал, и он работал. Здорово. Но простейший, мне тут Википедия подсказывает, что простейший гироскоп, чтобы люди представили, это Юла. Болчок, который поддерживает как раз равновесие. Нужно его так завести, и так, чтобы он в пространстве вращался, используя все силы, которые на него действуют, или взаимодействуя с этими силами, чтобы поддерживать вот это равновесие. Но ещё одна тема для нашей открывашки, разобраться как раз в гироскопическом эффекте и с гироскопами. Мы пригласим коллег из ВИАТГУ, тем более, что и проект наш возник как раз по инициативе ректора ВИАТГУ. И подробно расскажем про гироскопы, их сюда принесём, всех покажем и снимем, и тебя тоже снова пригласим. У нас будут подробные такие истории. Я буду рада. Классно. И ты два года уже изучаешь эту тему. Да, она достаточно обширная для меня, показалась очень интересная, поэтому два года я с ней работала. Здорово. Ну вот сейчас нам нужно будет прерваться на короткий перерыв, а это значит, мы будем слушать композицию, которую выбрал кто-то из вас двоих. Я не знаю, кто Надя или Маня. Надя, смотри, мы слушаем сейчас в течение минуты-полутора композицию, а потом тебе надо будет сказать нам пару слов либо о композиции, либо о группе, либо о стиле, почему она тебе нравится, и ты слушаешь такую музыку. Договорились? Договорились? Идут по головам, не жалея ногтей, и черты оправдают, лишь бы оседлать цели. И есть два типа людей, другие никогда не оставят в беде, встающие за совесть и уперты за честь. Смотри, не разорвись, между ними ее нет. В темноте пала звезда за горизонт. Ну а что, если каждому нужен отдельный подход? Ведь этот вроде бы соврал, но покаялся прям след, этот вроде бы воровал, но исправился в момент. Этот с виду нахал, наплевал на всех, а поговоришь нормально, наедине. Запомни, есть два типа людей, одни готовы лгать, пускай в глазах пыль, другими всем казаться подырать. Плотней, после, но вытворяй, так что крыша в огне. И есть два типа людей, другие никогда не подставят друзей, не скажут за себя, не удушат в ответ. Смотри, не разорвись, между ними ее нет. Путь готов, наверняка настанет тот миг. Когда ты останешься здесь совершенно один. И те, на кого ронялся, набили кошельки. И вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с пути. Чтобы на своем стоять, уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа людей, одни готовы впрямь тебе до конца верить. Берутся помогать, не замечая потерь. Их совесть чистая, как слеза матерей. Два типа людей, они могут прощать даже самых зверей. Все этим поживиться не упустят момент. Внутри не разорвись, между ними юнецы. Два типа людей, одни готовы рвать этот мир для костей. И тут по головам не жалеет ногтей. И черт оправдает сужба седлась целью. Вот, мы специально просим ребят, которые к нам приходят, ставят музыку, которую они слушают. Потому что очень важно, чтобы они рассказывали, какие у них интересы. А мы, взрослые, знакомились с этими новыми музыкальными тенденциями и течениями для того, чтобы лучше вас понимать. Вот я специально такую штуку вела. Мне сначала Соня, моя дочка, это подсказала. Очень интересно было действительно то, что важно, что. А потом ребята поддержали. Скажи, пожалуйста, кто этот исполнитель? Почему ты его слушаешь? Вообще, когда вы сказали как раз о этой фишке, что нужно будет выбрать песню, я вспомнила о своем втором интересе. Это танцы. И наверняка знаете «Танцы на ТНТ» программа. Конечно, да. И там как раз под эту песню был номер, который меня очень зацепил, мне очень понравился. И как раз не вот в плане исполнителя или его песен я выбрала именно эту композицию. А вспомнив именно о том номере, меня натолкнуло вот на эти мысли. Потому что номер был очень сильный, очень зажигательный и очень интересный. Графичный. Здесь вот действительно так и ритм, и рэп, да, чуть-чуть присутствует. Я правильно понимаю, что тут есть все-таки элементы рэпа? Все же плечами. Ну да, все равно, да, вот графичность этой вот музыки и этих слов, и речитатива, она позволяет делать шикарную музыку. Я представляю себе такой танцевальный номер выразительный. Ну и слова, которые произносят, и смыслы, которые вот сейчас мы услышали в этой песне, они, да, могут быть проявлены, да, могут быть проявлены еще и в танцевальном номере. Круто. Здорово. Давайте мы еще один вопрос слушателям зададим. Давайте зададим. Я выбрала такой интересный достаточно вопрос. 15-летний американец Честер Гринвуд не любил шапки, но очень любил кататься зимой на коньках. И как вы думаете, что же он изобрел? Роликовые коньки, мороженое или меховые наушники? О, роликовые коньки, мороженое или меховые наушники. Товарищ Гринвуд, молодой человек, который любил кататься на коньках, но не любил холод, шапки надевать, что-то изобрел. 211-101, номер телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните. У нас есть еще и пригласительный и замечательный набор книг. Итак, мы вернемся к конкурсу Вернацкого. Прошел региональный этап, и сейчас приближающиеся Дни науки. Дни науки у нас будут в первые выходные следующего месяца, февраля, и отмечать начнут прямо с 7, 8, 9, 10. Мы будем отмечать Дни науки, может, об этом и рассказывать. Будет следующий этап конкурса Вернацкого. Прежде чем мы о нем поговорим, примем телефонный звонок. Алло, привет. Привет. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Аня. Аня, рассказывай про себя. Ну, мне 9 лет, я учусь в 11-й школе. А ты нам уже звонила, правильно, Анечка? Да. Да, в 9 лет Аня тоже прекрасно излагает свои мысли. У нас, кстати, есть и 5-летние замечательные дети, которые интересную историю рассказывают. Ань, ты вопрос услышала? Помнишь его? Да. Так, господин Грин, вот что все-таки изобрел? Любитель кататься на коньках, а не любитель мороза. Роликовые коньки, мороженые или наушники? Мне кажется, наушники. Все верно, все верно. Он изобрел меховые наушники, так как шапки он не любил. Кто бы мог подумать. Я думала, что не всегда существовали эти наушники. Аня, скажи, пожалуйста, вот мы сегодня говорим про проектную деятельность и исследовательские работы. Но вот все равно это про интерес, что называется. Потому что выйти на любой конкурс просто из-под палки или потому что сказал родитель или учитель невозможно. Если нет, собственно, внутреннего желания и интереса, работы обычно бывают поверхностные, какие-то такие сухие. Ну, дотянешь, может, до первого тура, но дальше не пройдешь. А у тебя с проектной деятельностью есть какая-то история? Ты какие-то проекты мутишь вообще? Не обязательно научные? Нет. Нет? А чем увлекаешься? Ну, я танцую. Вот, это у вас с надеждой общий интерес. Ты танцуешь для себя или где-то занимаешься? Ну, занимаюсь. А какие танцы тебе нравятся? В каком направлении ты работаешь? Ну, обычные танцы, хореография. Ну, подожди, есть балет, есть R&B, есть брейк-дансы, брейк-данс. Чего только нет? А у тебя что? Я даже не знаю, я просто в танцевальный кружок хожу. Просто в танцевальный кружок. И это очень хорошо. Танцы благоприятно влияют и на ум, и на тело. Что ты выбираешь? Ты выбираешь пригласительные или книжки? А у вас есть еще билеты в кинотеатр «Смена»? Есть еще билеты в кинотеатр «Смена». И билеты в кинотеатры ушли. Не клади трубку, поговори с нашим продюсером Натальей. А можно маленькую ремарочку по поводу вопроса, который задала Елена? Вот я сказала, что исследование, изобретательство – это сотрудничество, сотрудничество детей и взрослых. И вот как раз этот господин Гринвуд изобрел меховые наушники в сотрудничестве со своей бабушкой. Так, вот тут уже понятнее становится, конечно. Я вот все-таки думала, что мальчики, конечно, могут, кстати, вяжут тоже прекрасно многие. А там бабушка ему помогала эту штуку изобрести. Он идею этих наушников разработал, а бабушка ему помогла сделать. Снизу был фетр, а сверху мех, по-моему, то ли бобра, то ли кого-то еще. Но это очень тепло. Это очень тепло. В наших наушниках все жуткие морозы не поедешь, хотя зима-то нынче, ребят. Самое то же. Скоро, наверное, начнем ходить, как господин Гринвуд, в свое время. Итак, мы продолжаем про конкурс Вернадского. 7 числа будет следующий этап в библиотеке имени Герцена. Что это будет? Да, наш региональный тур, он разбит на две части, на два этапа, раздела, как это можно сказать. 11 января ребята представляли свои исследования. То есть это такие работы, в которых действительно результатом было новое знание. Оно может быть объективно новым, оно может быть субъективно новым. А вот 7 февраля, в день или в честь Дня российской науки, ребятки будут представлять проектные работы, а также исследования в области информатики, математики, астрономии. И в этот же день будут участвовать самые-самые маленькие. На базе детского сада Монте-Сори, Центра развития Монте-Сори, будет проходить конкурс для дошкольников, которые тоже представляют свои какие-то интересные, любопытные и светлые, яркие работы. Здорово. Это будет в Герцинге всё проходить. Герцинге и плюс Монте-Сори, да. И плюс Монте-Сори. Отлично. Я хочу сказать, что Дни науки у нас просто так, конечно, не пройдут. Мы тут уже рассказывали в этой студии, что будет много площадок и в Кирове, и в Кирово-Чепецке, и в Слободском, и в Зуевке. И я уверена, во многих школах в этом году у нас пройдёт... Мы думали, что в первый раз, оказывается, был уже открытый лабораторный. Это такой тотальный диктант по естественным наукам. Просто сейчас он будет более масштабным. Приезжает Михаил Гельфанд. Это мировая величина, бородатый, лохматый, знаменитый учёный. Кроме того, что он учёный, биохимик, биофизик, биоинформатик, он ещё великолепный популяризатор науки. Он будет за флабом открытой лабораторной. Будет зачитывать вопросы, потом их разбирать со всеми с нами. 12+. Есть и для совсем маленьких такие площадки, но, например, на главной площадке в Политехническом Вятском государственном университете. 12+, потому что все науки начинаются... Физика, химия чуть постарше, с 7 класса и прочее. Но есть дети, которые этим увлекаются раньше. Так что можно прийти пораньше с родителями, с друзьями. А в 4 часа вечера в галерее прогресса будет прекрасная лекция эволюции медицины, которую господин Гельфанд проведёт для широкой публики. Вход открытый. Можно регистрироваться через группу ВКонтакте «Информцентр атомной энергии Кирова» и «ЦАЯ Киров». И всех ждём. А в понедельник, 10-го числа, будет открытая лекция в Политехническом, где Михаил Гельфанд будет рассказывать нам про кроманьонцев, неандертальцев и прочих товарищей наших предков. Ну, кто как к этому относится, он будет рассказывать об этом. И он же придёт к нам в открывашку. И это очень круто. Можно будет с такой величиной нам тут пообщаться в узком кругу, что называется. И посмотрите, какие у нас дни науки хорошие получаются. Обширные такие, классные. А вот ребята, вот их работы, они там тоже будут представлены? Или они уже сразу идут на федеральный этап? Вы вообще выиграли или как? Прошли региональный этап? Я участвовала в этом году и получила, что просто так. Так. То есть, можно сказать, ради интереса. Да, это тоже хорошо, конечно. Но это тоже очень неплохо, как опыт. И опыт не только в своей исследовательской деятельности, а опыт ещё и общения с другими участниками. Это, безусловно, очень интересно, когда ты в перерывах между рассказами для членов жюри своей работы, подходишь к другим ребятам, что-то спрашиваешь у них, они всегда готовы тебе ответить, всегда стоят с улыбкой и с хорошим настроением. О, это очень важно. Единомышленники, да? Новые контакты. Ваня? Мы со своей работой заняли и второе место, но мы считаем, что это тоже хороший результат. Ну, конечно. Есть стремление на будущее. И шансы попасть на федеральный уровень. И шансы попасть, да? То есть, ну вот сейчас работа... Пока ещё работы не отправлены. А вот эти работы, которые прошли первый этап, они сразу как-то отправляются, или они сейчас должны пройти через второй этап, 7-го числа? Нет. Они сразу отправляются? Да, то есть исследования сразу же идут на федеральный уровень. А там уже отбор будет. Правильно я понимаю? Нет, отбор, наши первые места, это, по сути, уже есть отбор. Первые или первые, вторые, третьи? По-разному бывает. Иногда бывают только первые места, иногда работа настолько хороша, но несмотря на то, что она заняла второе место или третье место, она всё равно уходит на федеральный уровень. Вот я смотрю по конкурсу Вернадского, 2019-2020 год, это я на сайт зашла, конкурс Вернадского, видимо, федеральный, который мне сказал, что подано 759 работ, это, видимо, в целом. Это по России? По России. И допущено до первого тура всего 105, поэтому, Ваня, это уже хорошо, что допущено до первого тура, да ещё и второе место. Но здесь нужно понимать, что на всероссийский уровень ребята могут подавать работы, не участвуя в региональных. Просто сразу, напрямую. И как раз то, что вы видите на сайте, это напрямую поданные работы. А, это напрямую поданные работы. И там происходит отбор очень серьёзным, солидным экспортным советом. И после того, как работы пройдут в федеральный уровень, будет издан сборник, если посмотреть, кто рецензенты, действительно очень известные и значимые учёные в нашей стране. А то, что проходит региональный тур, эти работы будут отправлены позже, до 20 февраля. А, ещё добавятся. Хорошо. Давайте ещё один вопрос слушателям мы зададим. Так, ну, наш вопрос для любителей плавания. И заключается вот он в чём. Первые ласты для плавания были сделаны, как вы думаете, из ткани, из металла или из дерева? 211-101. Из чего были сделаны первые ласты для плавания, ткань, металл или дерево? Ну, очевидно, что изобрели тогда, когда ещё пластика не было. Да, совершенно верно. Сделаю подсказочку, то, что первым изобретателем был Бенджамин Франклин в 18 веке. Да, но он очень любил плавать, и вообще был спортивный Бенджамин Франклин в 18 век. 211-101, пожалуйста, звоните. Честно говоря, тогда я почитала про конкурс Вернадской, вот мы ещё до эфира с вами поговорили про его основателя, я поняла, что, конечно, вот такие конкурсы возникают только, когда есть люди-драйверы. Вот так же, как я сегодня говорила о Галине и Елене, есть люди-драйверы, люди, желающие, чтобы дети росли в атмосфере из познавательного интереса, исследования, и передать свои знания, заразить этим, это классно. Давайте немножко про основателя поговорим этого конкурса. Вот идейный вдохновитель этого конкурса – это Александр Владимирович Леонтович. Правильно произвела? Да, Александр Владимирович Леонтович. Леонтович. Он окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, физический факультет – это кафедра физики и атмосферы. Он был стажёром-исследователем, младшим научным сотрудником Института геохимии и аналитической химии имени Владимира Ивановича Вернадского. И, может быть, именно поэтому конкурс был назван именем этого известного учёного, который действительно и первый открывателем был в тех сферах, в которых он работал. Конкурс проводится нынче уже в 26-й раз, и начинался он буквально с очень небольшого количества любителей, энтузиастов, волонтёров, вдохновителей этого движения. И сейчас в Москву, в прошлом, в позапрошлом году, когда я была на всероссийском уровне, порядка тысячи участников очного этапа. Порядка тысячи участников. Вы так говорите об этом. Мне прям хочется самой там побывать. Я просто не знала, что там есть гуманитарное направление. Смотря на то, что я заканчивала, я заканчивала в Ездке Афак, дочь моя, на неё больше повлияла тётя, которая преподает русский литературу в Вятской гуманитарной гимназии. Ну и понятно, там Ила и Соня у нас сейчас лучше в литературе. Мы, может быть, возьмём гуманитарное направление в следующем году, чтобы поучаствовать в конкурсе Вернадского. Если он, конечно, захочет. Потому что я чётко помню, как один раз великий, на мой взгляд, специалист в проектной деятельности, с которым я познакомилась, сказал мне, Света, зачем ты своего ребёнка сейчас в проектную деятельность пытаешься затащить? Вот если у неё нет потребности и интереса, то это бесполезно. Заниматься нужно в проектной деятельности, когда у неё будет этот интерес в той области, которая ей понравится. Я успокоилась, как мать, и ушла с этого поля. У нас есть телефонный звонок. Давайте мы примем его. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Меня зовут Витя. Привет, Витя. Мне 11 лет. Я учусь в 70-й школе. Да, мы наизусть знаем, что тебе 11 лет, и ты учишься в 70-й школе. Это тоже наш постоянный замечательный слушатель Витя. Он всегда рассказывает очень интересные истории. Витя, но сначала мы вернёмся к вопросу, и мы его повторим. Этот вопрос ещё раз слушай внимательно. Витя, привет. Витя, скажи, пожалуйста, из чего же были сделаны первые ласты для плавания? Из ткани, из металла или из дерева? Как ты думаешь? Из дерева. Молодец. Всё верно. Действительно, первые ласты для плавания предназначались для рук. И они были сделаны из дерева. Ну вот и сейчас есть такие специальные приспособления для пловцов, для рук. Вот такие, знаете, лягушки. Они, правда, пластиковые. Они площадь поверхностного соприкосновения, там, ладони с водой увеличивают, скорость увеличивают. Но и силу надо больше прилагать. Они продаются вон у нас в «Спартаке» в магазине. Я видела такие штуки. Ни разу не пробовала, потому что мне страшно. Я думаю, что это тяжело. Витя, а ты знал, что они из дерева? И где ты эту информацию добыл? Я угадал. Угадал просто. Я думала, что загуглить успел быстренько. Молодец. Угадал. А сам ты плаваешь? Да. Класс. А как ты любишь, каким стилем плавать? Синой и... Брасом, наверное. Как... По собачьей. Как половец. Как половец. Это кролик. В размашку кролем, да? Это кролик. Кролик. Когда машешь так руками, да? Да. Через воду. Кролем. Хорошо. Я знаю, что ты ведь исследовательской деятельностью занимаешься. Ты нам рассказывал, по-моему, и про цветы, как ты их выращивал, да? Угу. А сейчас у тебя есть какой-нибудь проект? Проект сейчас в школе еще нет. Нам его еще не задали. А свой собственный какой-нибудь дома проект, может быть, экспериментируешь? Так. Свой собственный есть. Давай, рассказывай. Про... Я сейчас выращиваю кактус. Он растет, ну, так, медленно. И, то есть, медленно поливать его раз в две недели, по капельке. А почему ты думаешь, вот это именно это растение, именно так мало нужно поливать, и почему он медленно растет? Ну, потому что в пустыне они питаются... То есть, в них очень большие кухни в пустыне. Они могут просачиваться в самую глубь земли и доставать. Ну, так что-то им нужна только капелька воды. Угу. Ну, молодец. Скажи, пожалуйста, какой ты хочешь подарок? У нас остались пригласительные только на спектакль в драмтеатр, но там 16+. К сожалению. Точно не пустят. А книжку можно? Книжку, да. Книжку есть, энциклопедии о природе разные. Есть еще книжка «Пятнадцатилетний капитан» Жулия Верна. Есть сборник рассказов. Да, есть сборник рассказов Леонида Пантелеева «Честное слово». Они, правда, крутые, но это с родителями прям надо читать. А есть Эдуард Веркин. «Капкан на оборотне», книга из серии «Настоящие приключения». Она прям тоже мне очень нравится. Можно и энциклопедию. Из энциклопедии есть как раз-то «Животный мир пустыней». О, да. О, да. Все, она большая, на ней верблюд нарисован. И она, правда, очень хорошая. Издана очень грамотно. Мы уже тут посмотрели с яркими иллюстрациями и на глянцевой бумаге. Все, уходит тебе ведь. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Пока. Вот такие у нас замечательные слушатели. Чудесные. Приятно с ними разговаривать. Мы возвращаемся в студию. У нас в студии Елена Иванова, Иван Дюжаков, Надежда Медведицына и Галина Кобелева. И остается у нас 4 минут буквально до окончания программы. Мы говорили об основателе конкурса имени Вернадского и говорили о том, что, конечно, именно такие люди, ну, это всегда человеческий фактор. То есть такой конкурс не может существовать сам по себе. Кто бы его там наверху не придумал в министерствах, если нет драйверов, если нет настоящих заряженных людей, то они не дадут такого эффекта, который действительно приведет к каким-то прорывам в науке. А ребята, которые участвуют в таких конкурсах, они как раз и база для этих прорывов, ну, потому что это, собственно, ваши инициативы. Личный интерес, он всегда основал, ребята, всего. Мы хотим с вами встретиться, вот мы уже запрограммировали, да, что мы сделаем отдельную программу про гироскопы и гироскопический эффект. Мы сделаем отдельную программу, Вань, про твое исследование. Готовься, да, кто будет с тобой, будет ли с тобой твой партнер, руководитель. И мы прям хотим, может быть, целый даже какой-нибудь радиоспектакль устроить, когда мы будем читать, вспоминать, рассказывать истории. Это прямо замечательно и очень круто. Ну и, кстати говоря, я хочу сказать, что походы на радио, вот такие программы, как сегодняшние, а вы мне сказали, что это первый ваш поход на радио, да? Да, все равно. Вы прекрасно справились, это видно, что вы не волнуетесь, что вы работаете над своими способностями в области презентации, общаться любите, да, общаться любите. Это просто замечательно для нас, для журналистов. Это большая помощь и кладезь, а для вас это тоже очень хороший опыт. Ну и в следующий раз, конечно, вот у нас будет видеозапись на сайте хакирова.ру выложена и в нашей группе «Открывашка» в ВКонтакте, и в Фейсбуке. Это обязательно используйте в своих портфолио. Можете складывать эти программы в свои соцсети, потому что обычно, когда потом в дальнейшем ты ездишь на конкурсы какие-то, семинары, конференции, то организаторы просят ссылку на ваши соцсети и смотрят, что вы там котиков постите, или у вас уже есть, да, какая-то действительно деятельность. Потому что то, чем сегодня мы занимались здесь в эфире, это популяризация проектной деятельности и научной деятельности. Популяризация науки – это очень важная история. Нам поэтому важно об этом рассказывать простым языком о каких-то сложных вещах, потому что тогда у нас будет движение в этой жизни, она будет развиваться, и будут научные и экономические достижения, и социальные. Иначе никак, да, иначе быт нас поглотит, это глотит и обрушится на нас. Поэтому складывайте это к себе обязательно в портфолио. И я очень рада была с вами познакомиться. Мы сейчас завершаем уже нашу программу. Это была программа «Открывашка». И еще раз представим, кто у нас был в гостях. Елена Иванова, начальника отдела цифровых образовательных технологий, информационной политики Института развития образования Кировской области. Подкидывайте нам еще идеи, Лена. Из разряда, как может один пост в Фейсбуке поменять все планы на выходные. Это правда. Иван Дюжаков, ученик 9-го Б-класса гимназии номер 1 города Кирово-Чепецка. Надежда Медведицына, ученица 11-го класса той же школы. И Галина Кобелева, советник при ректорате Института развития образования Кировской области. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами, благодарю всех и желаю всем хорошего дня. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Детская познавательная программа «Открывашка». Детская познавательная программа «Открывашка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова